Время объявить победителей. Администрация Ивановского района подвела итоги ежегодного конкурса журналистских работ «Объективный взгляд». Этот год для муниципалитета праздничный. Солидная дата – 90 лет со дня образования района. Приведная доля конкурсных работ посвящена как раз этой теме. Публикации и видеосюжеты представили 37 журналистов и блогеров. Всего 58 работ. Шесть лет мы проводим этот конкурс. У нас нет своего телевидения. Ивановский район обращается, как правило, к областным СМИ. Есть газета. Но поскольку мы находимся так в центре Ивановской области, мы бы хотели, чтобы о жизни района узнавали больше. И, соответственно, этот конкурс направлен прежде всего на то, чтобы популяризация Ивановского района, рассказ о жизни муниципалитета, о том, что происходит. Ну и, конечно же, поощрение творческих людей, потому что очень много творческих ребят растет, и они увлечены этим направлением. И мы выявляем, поощряем. Ребята развиваются, кто-то из них становится журналистами, кто-то уходит в другую сферу, но связанную с творчеством. Телевидение, радио, газеты. На пятки традиционным СМИ наступает блогосфера. В соцсети тоже ведут свою летопись. Аккаунты в соцсетях есть у домов культуры, библиотек, спортивных учреждений. Это возможность оперативно сообщать самую разную информацию. Например, у музея семьи Цветаевых в Новоталицах, где и проходил награждение победителей, есть свои странички почти во всех социальных сетях. Сотрудники информируют о предстоящих мероприятиях и рассказывают об экспонатах музея. У нас есть отдельный, например, блог. Мы ведем об экспонатах. Есть, например, у нас в музее кот наш. И у нас есть такая информация от кота, которая тоже пользуется большим спросом. Потому что мы смотрим по количеству лайков. Как говорят, котиков любят все. То есть, вот, отслеживаем это. То есть, стараемся выкладывать только то, что интересно. Блог музея семьи Цветаевых занял третье место в конкурсе «Объективный взгляд». Из числа телевизионных работ сразу два первых места получили журналисты РТВ Иванова. Наш оператор Антон Осипов в мастерске снял репортаж о запуске новой производственной линии компании «Депоз». На церемонии награждения остаться по ту сторону объектива у него не получилось. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иванова.